Здравствуйте! На ваших экранах Марина Романюк. Вместе с моими коллегами я расскажу вам, чем запомнился первый день февраля в нашем городе. Смотрите далее. Теперь за 20. Проезд в общественном транспорте может быть ниже, если использовать карту УМКО. О нюансах экономии Валерий Седов. Дистанционка возвращается. Губернатор сообщил о необходимости меры на заседании правительства региона. Глава региона Николай Любимов заявил о введении новых ограничительных мер из-за коронавируса. Они коснутся работы школ и учреждений доп. образования. Он также поручил наладить систему вызова врача на дом и обеспечить эффективную работу пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. Омикрон идет по региону семимильными шагами. На сегодня заболевших уже в 4 раза больше, чем недели ранее. 800 человек в день, а сегодня в Рязанской области именно такая цифра далеко не предел. Детей новый штамм уже стороной не обходит, поэтому нужны социальные разрывы. В первую очередь среди школьников. Из-за того, что у нас уже 12 школ закрыто из-за COVID-19 на карантин, 23 школы у нас по ОРВИ закрыто, у нас возросла заболеваемость, во-первых, детей, в первую очередь детей, и, конечно, учителей. Люди, понятно, видят, что дети приходят в школу, там заражаются, приносят это домой, в семью. Это очень быстро все распространяется. Соответственно, необходимо с 3 по 17 февраля 5, 6, 7 и 8 классы всех школ региона перевести на дистанционный формат обучения. Временно, естественно. На дистанционку уходят и все учреждения доп. образования, а вот классы начального звена и старшей школы продолжат обучение в обычном формате. Диагностика COVID-19 вещь первоочередная. Именно поэтому по инициативе губернатора в Рязани появились 4 бесплатных пункта экспресс-тестирования. В Дашково-Песочне, Горроще, Площади Победы и на Московском шоссе. Это первая в России подобная услуга для населения. Вовсе не удивительно, что она вызвала небывалый ажиотаж. В целом у нас в первый день работы пунктов тестирования прошли это тестирование 1200 с лишним человек. Прошу Минздрав региона и всех, кто задействован в реализации этой инициативы, обеспечить, безусловно, эффективную работу таких пунктов тестирования, потому что людям это нужно. Чередей быть не должно, потому что на улице все-таки холодно. Если будет необходимость, нужно открывать дополнительные пункты. Причем понятно, что у нас такого количества теплых палаток не хватит. Надо будет, значит, смотреть какие-то учреждения, в которых пока не ведется работа. Жесткой критики Николай Любимов удостоил министра здравоохранения Андрея Прилуцкого и зампреда правительства Романа Петряева. Слишком много жалоб сегодня от рязанцев на работу городских поликлиник. Во-первых, в них невозможно дозвониться, это не смогли сделать даже специалисты антиковидного колл-центра. А во-вторых, в некоторых медучреждениях Рязани больным короной перестали выдавать лекарства. Николай Любимов назвал такие случаи вопиющими и вызвал ответственных к себе на личный разговор. С Нового года проезд в общественном транспорте подорожал. С января на троллейбусах и автобусах, с февраля и в маршрутных такси. Теперь сумма составляет 24 рубля, если оплачивать картой, и 25, если наличными. Однако проехать на общественном транспорте можно и дешевле, притом официально. Как расскажет Валерий Седов. Проезд в общественном транспорте стал дешевле на 4 рубля. Это стало возможным благодаря акции платежной системы МИР. Она стартовала в Рязани с 1 февраля. А для того, чтобы ею воспользоваться, нужно выполнить только одно условие. Что нужно сделать, чтобы получить скидку? Нужно вашу платежную карту МИР загрузить в одно из платежных приложений. Это может быть Мирпэй, Эпплпэй, Самсунгпэй, Сберпэй. Эти платежные приложения и возможность загрузить карту доступны для большого количества банков. И федеральных, и местных. Поэтому вопросов никаких, наверное, не возникнет. Если вдруг есть вопросы относительно загрузки, всегда можно обратиться в банк или на сайт платежной системы МИР. Скидка на проезд действует в автобусах, троллейбусах и маршрутных такси, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. И теперь, если поднести телефон к такому валидатору, то сумма за билет спишется с учетом скидки. При этом перевозчик получит полную сумму за проезд. Акция будет в 4 месяца, и стоимость проезда при оплате телефонов, привязанной к акции МИР, стоимость проезда, повторяю, на все перемешившиеся, как в рейтинге, будет составлять 20 рублей. Схожие акции на общественном транспорте проводились и раньше. За 2019 и 2020 рязанцы на таких скидках сэкономили больше 18 миллионов рублей. Системой же бесконтактной оплаты она проходит впервые. Акция новая, она действительно очень интересная, очень технологически интересная. Для нашего города она впервые делается с платежной системой МИР, в принципе с платежной какой-то системой. Если какие-то возникнут вопросы у пользователей, мы с удовольствием на них ответим по нашему телефону бесплатному 8 800 0262. Либо информацию можно получить на сайте. Телефон абсолютно доступен для всех, поэтому с удовольствием ответим на все вопросы. Елена Захарова добавила, что такая акция стала возможным благодаря тому, что в Рязани есть та самая автоматизированная система оплаты проезда. Теперь акции планируют продолжать и в дальнейшем, чтобы безналичных платежей в транспорте стало больше. Текущая продлится до 31 мая 2022 года. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Оттепель совершенно очевидно повлекла падение снега и сосулек с крыш, чего и следовало ожидать. Именно этого боялись рязанцы, которые звонили в нашу редакцию с тревожными просьбами хоть как-то повлиять на управляющие компании, лишь бы избавиться от огромных выросших под козырьками крыш и балконов ледяных глыб. И вот одна из печальных историй, связанных с несвоевременной уборкой. В Рязани с крыши многоэтажки на иномарку упала глыба льда. Об этом сообщил пользователь в группе «Рязань» в соцсети ВКонтакте. Инцидент произошел 31 января примерно в 8 часов вечера на улице Новоселов у дома 27. Глыба льда упала на автомобиль, выезжающий через арку из двора. Как сообщают очевидцы, пострадавших нет. Но вот владелец автомобиля «Фольксваген» находится в смешанных чувствах. Его транспортному средству теперь потребуется серьезный ремонт. Как выяснилось позже, пострадал еще и припаркованный рядом с проездом в арку автомобиль. Напомним, в февраль 2021 года в Рязани также запомнился тем, что с крыши наземного перехода на машину рухнула глыба льда. Сразу в двух межрайонных следственных отделах возбуждены уголовные дела, виновники которых решили, что их махинации с финансами никто не заметит. Однако все тайное, как правило, становится явным, особенно когда за дело берутся следователи. Рабочий поселок Милославская, 2019 год. Здесь расположено ЗАО «Милославское универсальное предприятие», гендиректор которого решил провести небольшую денежную махинацию. У предприятия были задолженности по налогам, и Федеральная налоговая служба уже стала применять меры принудительного взыскания недоимки. Гендиректор же решил задолженность не покрывать и поступил иначе. С октября 2019 по февраль 2020 года он осуществил платежи на сумму больше 4 миллионов рублей, минуя расчетный счет предприятия путем направления распорядительных писем. Собранные Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора ЗАО «Милославское универсальное предприятие». Он признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Обвиняемый полностью погасил недоимки по налогам еще на стадии следствия. Сумма внушительная – 2,4 миллиона рублей. Приговор суда – штраф в размере 320 тысяч рублей. В том же 2020 году денежные махинации начались и в Касимовском районе. Их осуществил сотрудник администрации муниципального района. По данным следствия, в 2020 году подозреваемый от имени своего брата, неосведомленного о его действиях, арендовал и мошенническим путем присвоил себе находившийся в государственной собственности земельный участок. Рыночной стоимостью – 269 тысяч рублей. Выкупив его за 1054 рубля 11 копеек. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. И отделение в городе Касимов УФСБ России Паризанской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И хотя новогодние праздники давно позади, большинство из нас поторопились разбирать елки и убирать игрушки на дальнюю полку. Сегодня есть еще один повод отпраздновать. 1 февраля наступает Новый год по китайскому календарю. Конечно, в Азии свои традиции, связанные с этим праздником, они сильно отличаются от европейских. С экзотическими обрядами сегодня можно было познакомиться в РГУ имени Сергея Есенина, где много лет существует как подразделение Институт Конфуция. Большинство стран живет по Григорианскому солнечному календарю, основанному на вращении Земли вокруг Солнца. Согласно ему, мы празднуем Новый год 1 января. Но есть еще и лунный. Его наравне с солнечным используют в Китае, Вьетнаме, Корее, Монголии, Тибете, а также в некоторых регионах России – Бурятии, Калмыкии, Туве, на Алтае. И если средняя продолжительность года по первому – 365,24 дня, то по второму – 354 дня. Новый год по лунному календарю отмечают во второй день новолуния после зимнего солнцестояния. Поэтому дата, плавающая между 21 января и 21 февраля. В 2022 праздник выпал на первый день последнего месяца зимы. За счет того, что у них цикл этих 12 животных, которые в свое время пришли к Будде и попросили назвать из них самое замечательное, выбрать самого лучшего. Он каждому назначил его год, которым они, собственно говоря, управляют. Год, который вот сейчас начинается, год водного тигра, он очень активный, очень творческий, исключительно замечательный, но с некоторыми неожиданностями. И китайцы вообще тигр очень любят, потому что они считают, что тигр – это то, что приносит новые возможности, то, что дает какие-то шансы. Причем в силу того, что это животное не домашнее, это вот как бы те шансы, которые тебе буквально вот падают сверху. В Поднебесной говорят не китайский Новый год, а фестиваль весны или Чуньце. Готовятся к нему сильно заранее, ведь он длится целых 15 дней, 7 из них – официальные выходные. Всячески радуются приходу Нового года, и у них это всегда отмечается еще как начало нового жизненного цикла, как начало весны. У нас, конечно, еще пока зима, но тоже наступает время новых возможностей. В частности, вот сегодняшний день вообще надо прожить несколько необычно в плане чего? Сделать чего-то такое, чего вы никогда не делали, какой-то проявить свой творческий импульс, заявить что-то такое, ну, может быть, чего вам когда-нибудь приходило в голову, но на это не хватало времени. И таким образом Вселенная узнает о том, что какой вы необычный человек, как много вы всего хотите, и фактически, называется, перед вами могут открыться какие-то новые двери. В Институте Конфуция в РГУ имени Есенина ежегодно празднуют Новый год по китайскому календарю, стараются соблюсти все традиции. В этот раз снова с поправкой на эпидемиологическую обстановку. Будем писать самый новогодний иероглиф, которым является иероглиф счастья. Интересно, что клеят его также на дверь в перевернутом виде, подобно тому, как подкову определенным образом вешают у нас на дверь. У китайцев вот это выражение «счастье перевернулось», созвучно выражению «счастье пришло». Само празднество, конечно, сильно отличается от нашего Нового года. Поздравления первого лица страны по телевизору не транслируют, шампанское не открывают. А вот стол накрывают. Да еще какой! На нем обязательно должна быть рыба. В китайском языке рыба созвучна со словом «избыток». В Поднебесной верят, что блюдо принесет прибыль и процветание. Также традиционные угощения – домашние пельмени. Мы подготовили видео-мастер-класс по лепке китайских пельменей. Именно это является самым традиционным угощением в китайский Новый год. Пельмешки, они приносят достаток, богатство приносят в семью. Они по форме круглые, похожи на монетки. Обязательно есть одна пельмешка с сюрпризом. Кому попадется, тот будет самым счастливым в этом году. Официальный цвет чуньцзэ в Китае – красный. Согласно древнему мифу, в первый день года приходит злобное чудовище по имени нянь, которое разрушает все вокруг. Оно боится шума и красного цвета. Именно поэтому в Китае развешивают алые фонари и парные надписи зажигают фейерверки. Люди верят, что это отпугивает монстра. Дигра – это могучий. Пусть этот могучий и сильный дигр принесет вам много сил, здоровья и всяких успехов. Жу дадя, синчун, куай лэ. Симуан, ху нян. Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». На этом все новости вторника. Я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова